Грядущие ковидные ограничения обсудили на онлайн встрече главы города Дмитрия Волошина с химкинскими предпринимателями. С 28 октября по 7 ноября прекратят работу салоны красоты, фитнес-клубы, закроются развлекательные центры. Массовые мероприятия также окажутся под запретом. В стоматологиях будут оказывать только экстренную помощь. Не будут очно принимать в МФЦ, ЗАГСах и миграционных центрах. Работают ли предприниматели, в перечне товаров которых присутствуют, товары первой необходимости. В прошлую пандемию они могли работать. Сейчас немножечко непонятно. И уточните, пожалуйста. На них также распространяются эти меры, как и на вас, и на нас. То есть, если это не аптеки, если это не продовольственные магазины, они на период с 28 октября по 7 ноября будут закрыты. Но если это товары первой необходимости или они работают на вынос, то никаких проблем не могут работать. В онлайн-встрече приняли участие более 50 предпринимателей. Каждый мог задать свой вопрос об ограничениях и мерах поддержки бизнеса. Хотел уточнить, подскажите, пожалуйста, а продуктовые рынки и продуктовые точки в торговых центрах останутся в рабочем режиме в период локдауна? Продовольственные магазины на эту неделю остаются в обычном рабочем режиме. Глава подчеркнула, ограничение вынужденная мера в связи с рекордным числом новых случаев заражения. Столько не было даже в пик первой волны пандемии. Мы надеемся, что эта мера даст нам хоть какой-то хотя бы тормоз сейчас. Посмотрим эту неделю, а уже потом какие-то будут выводы сделаны. Потому что сейчас это предмет необходимости. Я думаю, что вы все тоже это понимаете. Антирекорды по заболевшим фиксируют уже вторую неделю. За последние сутки в городе зарегистрировано более 200 заболевших. Число вызовов бригад скорой помощи возросло в три раза, а количество заполненных коек больных в тяжелом состоянии составляет 88%. Врачи, принявшие участие во встрече, обратили особое внимание предпринимателей на необходимость вакцинации сотрудников. Допустим, сейчас ваши сотрудники будут работать на доставку. Проверьте, все ли они вакцинированы. С учетом постановления нашего главного санитарного врача Московской области, все, кто работает в сфере услуг, в том числе на доставке, должны быть стопроцентно вакцинированы. Это вот первое, к чему мы сейчас обращаемся. Могу сказать по статистике, что среди тех, кто у нас сейчас находится в красной зоне, из них всего 2,2%, которые вакцинированы. И то они переносят в средней легкой степени. Все, кто у нас лежит в тяжелой степени, они не прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции. Также на встрече были представители банков. Они рассказали о мерах поддержки и льготах для предпринимателей в период ограничений. Всю необходимую информацию об ограничениях и мерах поддержки малого бизнеса можно будет узнать по телефонам горячей линии, указанных на экране. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!